В конкурсе участвуют более 40 проектов. Я хочу от всей души поздравить и благодарить участников различной структуры, предприятий, общественные организации, больницы, муниципальные органы управления, дома, частных граждан за то, что они представили свои проекты и от души поздравить победителей, тех, которые отобрала комиссия. Я хочу сказать, что вот этот конкурс имеет такую особенность в том, что поддерживаются и участвуют такие, скажем, общественные, социально значимые проекты. Но это касалось и больницы в городе Венспилс и вот этого здания, где мы находимся для проживания, обучающихся и так далее. Очень хотел отметить это архитектора Эрвина Крауклиса, который является, можно сказать, таким инициатором в Латвии нового движения. Архитектор, который сочетает в себе и архитектурные решения, и энергоэффективные решения, и, может быть, экологически ориентированные. Я думаю, что за этим направлением будущее. И вот мы видели, ознакомились, как можно из такого, можно сказать, устаревшего морально здания создать объект, где применены самые новые технологические решения, архитектурные решения. Мне в этом здании и приятно жить, и приятно здесь находиться. А кроме того, как мне сказали на презентации проекта, есть реальная экономия. Почти в три раза меньше платить за тепловую энергию за счет этих новых инновационных, экологически ориентированных решений. Мне очень повезло самому, что я участвую в этом конкурсе. Мы будем сейчас готовить серию публикаций, которые будут размещены в российских научных и популярных журналах. Я буду об этом говорить с руководством своего университета. Также о практическом использовании этого опыта в России. Еще раз благодарю всех за эту возможность. Я думаю, что нам нужно все-таки обмениваться мнением, информацией и больше сотрудничать. Потому что зеленая экономика и энергоэффективность – это то поле, где мы можем вместе много сделать. Большое спасибо.